Даусус, Нижняя Ермоловка и Хусакардоник. Именно для этих трех сел 46 лет Дом культуры был главной площадкой проведения всех важных мероприятий. Все три пункта являются одним сельским поселением, где на сегодняшний день проживает около 3000 человек. Для многих из них ДК был местом проведения досуга. Но в последние годы храм культуры пришел в негодность и уже этой весной начался капитальный ремонт здания. Из Зеленчукского района репортаж Аллы Динаевой. Только строительный шум нарушает привычную тишину размеренной жизни села Даусус. Этот дом культуры был построен в 1974 году. Несмотря на солидный возраст, здание крепкое, но обветшало кровля и требовался капитальный ремонт как внутри, так и снаружи. Сейчас строители проводят замену крыши, но есть одно препятствие. У нас дожди. Дожди нам сейчас мешают быстро заняться кровлей, быстро выполнить. Пока дождя нету, занимаемся быстро, снимаем, вешаем пленку, делаем обрешетку и перекрываем профнастилом. Но дожди каждый день, каждый день как в тропиках. Но несмотря на это строители уже заменили окна, провели новое отопление, водопровод, отштукатурили стены, убрали старые деревянные полы и сделали стяжку для новых. В разных местах по-разному. В гимнастическом зале будет ламинат, в коридорах, в фойе будет керамическая плитка, в кабинетах также будет ламинат, в санузлах стены и полы будут из керамогранита и керамической плитки. А стены дома культуры покрыли вот такой декоративной фактурной штукатуркой, караедом. Осталось их только покрасить. Какого цвета будут помещения, строители согласовали с руководством ДК, а эти цвета передумали использовать и остановились на других оттенках, рассказывает прораб этого объекта. Ну, раскройте секрет, какой цвет они выбрали, если даже нет. Будет бежево-золотистым оттенком, окна будут белым покрашены, в смысле откосы окон. И еще планируется библиотека с зеленоватым оттенком. Проведена и наружная штукатурка всего здания, но по просьбе жителей решили оставить изображение Владимира Ленина, который был выложен на стене ДК очень красивой мозаикой. Это пока черновой вариант. Изображение планируют отреставрировать, красиво оформить, чтобы сочеталось с новым стилем здания. Здание временное было, ветхое было. Но на сегодняшний день, по указанию главы республики, вот вы сами видели, ремонт идет, все мы довольны, строители мы довольны, подрядчики мы довольны. Новым будет и парк. Здесь благоустроят территорию, установят дополнительно скамейки и разобьют клумбы с цветами, и место досуга станет красивым и уютным для любителей здесь отдохнуть. Виталия Русакова каждое лето приезжает погостить из Петербурга вместе с сестрой Алиной Рожковой. Парк единственное место, где можно как-то прийти, отдохнуть. Особенно сейчас, мне кажется, будет скоро очень красиво. Приятно, когда вот так все меняется к лучшему. Раньше на это здание, так сказать, страшно было смотреться, сейчас более приятно. Чтобы знали и чтили историю и героев, в парке Далсуза есть знаковое место, где установлен памятник жертвам депортации карачаевского народа партизанам. Воинам, погибшим при исполнении, и, конечно, тем, кто погиб, чтобы жили мы. Жители нашего села, которые погибли на фронте. Но, правда, здесь не все. Мы дали заявку на военкомат, они нам предоставили полный список. И в данном месте мы хотим реконструировать памятник и написать все их фамилии. У нас три села. И Ермоловка, Хуса и Далсуз. А сколько жителей вашего населенного фронта участвовали в Великой Отечественной войне? Ну, я вам точно не смогу исправить. А по списку, который нам предоставил военкомат, там 125 человек. И все фамилии будут здесь, да? Да, все фамилии будут здесь, да. А когда планируете реконструкцию вот этой семьи? Мы планируем реконструкцию где-то в августе. Это в августе, август-сентябрь. Тут дерево, да, вы рассказывали? Что-то с деревом случилось? Да, здесь стояло дерево. Был сильный ветер, и оно упало прямо на память. Даже здесь трещины видно. Оно упало прямо на память. Мы его сейчас будем реконструировать. Когда это случилось? Это случилось у меня недавно, в месяц 2-3, фамилии. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Зеленчукский район.